приветствую дорогие друзья с вами как всегда владимир и сегодняшнем видео я как обычно по традиции поднимаю несколько очень фантастических тем можно это все назвать сказкой для взрослых мои мысли это в принципе мои фантазии построены на некой логической основе то есть есть определенная логическая база и не просто какие-то фантазии но с другой стороны не стоит их воспринимать за чистую монету да потому что ну мало ли что я там говорю или кто-то другой говорит это все мой круг мой круг реальности так вот почему в тысячелетней истории человечества именно в двадцатом веке произошел феноменальный технический гипер скачок возможное будущее человечества куда катится человечество биометрия новый мир и кто они те кто стоит за кругом нашей реальности или под усторонние по ту сторону существа которые находятся что они делают для человечества и кто мы для них так вот сегодня главная тема развития техники на разных исторических временных промежутках человечества и почему вообще так происходит в последнем своем видео я затронул японский флот это очень быстрый прогресс выглядит неким феноменом в корабле строение наводит на всякие альтернативные мысли и фантазии в прошлом видео я даже высказал гипотезу на то что возможно японцам помогли кто вопрос некие покровители за ледовым барьером других территорий это знаете далеко конспирология инопланетяне если мы верим в космос некие космические силы покровительствующие японцам или программа да та самая программа нашей виртуальной реальности в которой возможно мы находимся и в которой возможно все эту тему буду я развивать дело в том что если мы посмотрим первые фотографии из японии то все там выглядит очень несовременно ни на одном фото вы не увидите каких-то благ цивилизации но давайте немножечко разберем все развитие японского флота очень коротко и это можно с легкостью сделать ибо вся история японского флота очень коротко сначала я вам должен предоставить вот это чудо фотографию вот этого прекрасного линкора японского императорского флота главной корабль нагата стал первым в мире линейным кораблем вооруженным четыреста десяти миллиметровыми орудиями главного калибра линкор нагата был заложен 28 августа 1917 года а уже 6 октября 1920 года во время ходовых испытаний в бухте суккумо корабль бьет мировой рекорд скорости для линкоров показав результат в 50 километров в час посмотрите на это количество и высоту настроек и рубок большое число орудий и огромное головное орудие снушительными пушками в общем смотрится это все феерично но это только один из линкор японского императорского флота второй корабль типа нагато митсу заложен 1 июня 1918 года спущен уже 31 мая 1920 года вошел в строй в октябре 1921 года вот эта скорость создания от проектировки до спуска на воду прошли какие-то считанные года 2-3 года и все корабль уже плавают так не будем забывать что корабль военный это военный корабль и это затрата огромных ресурсов металла одного нужно как на тысячу автомобилей ну и конечно нужно вспомнить о величайшем из великих ямато линкор японского императорского флота один из самых больших военных кораблей в истории человечества ямато был заложен 4 ноября уже 1937 года спущен на воду уже 8 августа 1939 года как японцы за пару лет штампуют такие невероятные гигантские корабли это невероятно а какие пушки были на ямато один снаряд 457 миллиметрового орудия весил полторы тонны не менее впечатляющие выглядела и броня защищающие ямато от авиационных бомб кстати вот броня от торпед у него была похуже как многие отмечают а его как раз поразили торпедой все это удивительно ведь япония еще за 20 лет до выхода в свет линкора митсу вот того прекраснейшего которую я про которого я уже рассказывал она была невероятно отстала в постройке военных кораблей а теперь внимание история и это не многовековая история японского флота очень короткая незадолго до того момента когда японцы стали строить самые мощные суда в мире специальных портовых сооружений исполняющих заказы вмф японии практически не было до 1871 года когда японцы соорудили какой-то там небольшой сухой деревянный док в токио а также эллинг для постройки небольших судов в японии приглашают специалистов в основном из франции в 1898 году япония полностью отказывается от услуг европейских специалистов в области боевого судостроения с развитием флота мощностей адмиралтейства и кусоки стало недостаточно поэтому правительство приняло решение о строительстве сухих доков эллингов механических и судостроительных мастерских и в общем пошло-поехало за такое короткое время японцы достигли просто невероятных достижений в судостроении самых мощных боевых кораблей в мире возможно ли за такой короткий промежуток развить так колоссально флот я думаю практически невозможно но от японцы это вообще такой интересный народ помнится я смотрел историю японского автомобиль строения и японцы начали сначала как китайцы копировать лучшие европейские американские автомобили но в отличие от китайцев быстро это бросили и за короткий промежуток создали уже автомобили которые не уступали и даже превосходили европейский а может кто видел видео как японцы быстро устранили всю разруху после происшествия фукусиме землетрясение и соответственно цунами они это быстренько все устранили за асфальтировали убрали мусор и все за какой-то короткий очень промежуток времени но все же это странно япония в конце позапрошлого века о военных кораблях имел отдаленное представление но к великой отечественной войне группировка японской флотилии достигла невероятных масштабов и технологически невероятно поднялась опять же так называемый императорский флот состоял из огромного числа крутейших линкоров крейсеров легких крейсеров тяжелых крейсеров гидро авианосцев легких авианосцев тяжелых авианосцев подводных лодок танкеров кораблей снабжения это все появилось к двадцатым годам прошлого века а к войне только усовершенствовалась и увеличивалась вот интересно императорский флот японии к началу второй мировой войны был одним из сильнейших в мире в японии было больше авианосцев 10 авианосцев против 7 чем у сша линкоры японские линкоры типа ямато были самыми мощными и самыми большими по водоизмещению в мире в общем все это мне напоминает некую компьютерную игру войнушку типа морского боя накапливается ресурс для реализации его в режиме реального времени и пространства с настоящей людской болью вот это огромная трагедия великая отечественная война это огромная трагедия но вот что интересно к этой трагедии планомерно задолго готовились все страны многие страны имеют ввиду тот же третий рейх как черт из табакерки появился очень внезапно олимпийские игры да да те самые знаменитые олимпийские игры 1936 года это были первыми в истории транслировавшимися по телевидению с радиопередачами охватившими 41 страну мира нацистский режим гитлера построил новый современный легкоатлетический стадион на 100000 мест 6 спортзалов и множество других небольших арен а это огромная телевизионная электронная камера построена фирмой telefunken она транслировала в прямом эфире 8 часов каждый день шоу на олимпийских играх в берлине в 30-х годах там изобрели электронный микроскоп кварцевые часы в тридцать четвертом году начало промышленного производства искусственного волокна реализация общественного телевидения это 34 год в 1935 году введение в медицинскую терапевтическую практику сульфамидов это кто не знает противомикробные средства в 1936 году разработка технологии изготовления многослойных цветных фотоматериалов эксперименты с развитием звукового цветного кино телепередача по телефону лейпциг берлин еще раз телепередача по телефону это 1936 год 1938 год крупная экспозиция телевизионной техники берлин а профессор оттоган используя химические методики открывает явление распада атомного ядра 17 декабря 1938 года оттоган его ассистент фриц шратсман открыли доказали в берлине деление уранов ядра что стало научной и технической базой для использования ядерной энергии 1939 год начала работ по использованию ядерной энергии начала работ по радарной технике первые полеты самолетов с реактивными двигателями и 1940 год создание кремний органических материалов и наконец манфред фон ордена создал электронный микроскоп с увеличением 500 тысяч раз также 3 рейх имел большое количество новаторских военных и научных разработок главное это конечно реактивная авиация и оружие возмездия то есть атомная бомба но кроме них было множество еще других и это все за десятилетия почему я удивляюсь да потому что не отходя от кассы если мы будем сейчас говорить про немцев вот это можно вспомнить здание это величественное здание как будто прибыло из будущего чем вышло из прошлого так вот строительство главного храма кельской архиепископии велось два приема в 1248 году они начали в 1437 году закончили это первый такой прием был и возобновили только через 400 лет в 1842 году и строили до 1880 года что там за перерывчик был 400 лет непонятно по окончанию строительство 150 метровый собор на четыре года стал самым высоким зданием мира 600 лет невероятно да так вот странные вплески исторического развития все это можно говорить о отдельных промежутках истории про которые пытаются умолчать то есть что там за перерыв был 400 лет а возможно эти 400 лет вообще не существовало жизни земной жизни человеческой жизни и просто это храм потом восстанавливали после определенного перерыва да так вот к чему я вообще это веду да много у меня мысли есть например одна мысль меня беспокоит ведь человечество достигнув определенного технического уровня сразу стала этот уровень использовать для чего применять против себе подобных то есть вооружение и конечно для подавления собственного сознания человека то есть ближнего чтобы забраться на трон на вершину пирамиды и там править остальной массой вспоминаем зачем гитлеровской германии нужен был телевизор для навязывания безумных утопительных идей и все это очень быстро произошло материализовались огромные японские линкоры немецкие танки советские танки ракеты с вооружением что это такое вообще было и был ли этот план на человечество программа был лет вообще план может на той стороне экрана монитора сидит бог и пишет войну кстати вспомнил отличное кино под названием новейший завет как раз там говорится о таком варианте когда некое высшее существо высший разум ну такой неприятные наружности и неприятного характера создает программу в которой скорее всего прописываются войны и всякие несчастья ну для собственно удали до удовольствия потом приходит на смену его жена и уже с людьми поступать совсем по-другому потому что она любит этих творений на сам себе добрый бог и всех людей любит это посмотрите новейший завет очень интересная киношка французская так вот есть и другие мысли изучат они так сами люди очень воинственные существа и не стоит обвинять там всяких богов злые алчные мстительные высокомерные существа а некий гипотетически высший разум сдерживает нас с помощью ухищрений но чтобы человечество не уничтожило себя полностью да но так ли это если мы возьмем любого человека с улицы и спросим про его желание он скорее всего расскажет нам про мир хорошую спокойную безбедную жизнь семью детишек ну что вы там обычно говорите все хотят жить в безопасной комфортной богатой стране войны не делают обычные вроде как люди войны делают люди имеющие власть да и что главное не должны быть поддержаны народом и что же нужно чтобы народ отказался от своих базовых потребностей комфортной жизни и безопасности да нужна пропаганда задеть больные места человека задеть определенные больные места определенных человеческих масс и все из искры разгорается пламя так что чья эта игра и чей этот эксперимент ведь войны как мы понимаем очень быстро двигают технический прогресс люди оказались на самом деле не такими уж пушистыми существами добрыми и заботливыми но любой теме может разгореться конфликт и вот после кровопролитной великой отечественной войны что происходит да собственно ничего попытки сохранения баланса и мира создание организации объединенных наций все это конечно хорошо но реальным сдерживающим фактором явилась по-настоящему ядерное оружие и страх перед смертью интересное кино не правда ли но далее происходит конфликт как раз база для которого явилась опять же это самое ядерное оружие карибский кризис это как вишенка на вершине этого конфликта что это такое то есть люди вообще не способны мирно жить с дэмси вам вопросом все правильно если людей хоть что-нибудь разделяет люди склонны конфликтовать язык ве расповедание политика культура этнос много факторов так вот человечество воюет постоянно только за 20 лет люди воевали десятки раз это далеко не только великой отечественной война вряд ли вы слышали о 10 части всех войн что были в двадцатом веке их было намного больше сотни разных от мавритана сенегальского пограничного конфликта и вторжение сша на гренаду до афгана и вьетнама про который практически все знают так вот давайте подумаем является ли некие высшие силы инициаторами всех конфликтов или наоборот эти силы и сдерживают людскую агрессию первый контакт а вернее псевдоконтакт как я считаю произошел в сша названный в дальнейшем розульским инцидентом ценло предполагаемое крушение неопознанно влетающего объекта около города розово штате нью-мексико сша в июле 1947 года как раз после войны скорее всего смотрящие я так буду по-разному их называть закинули невзначай некоторые определенные технологии сша была выбрана не случайно в этой стране очень любит зарабатывать деньги умеет это делать им было понятно что военные воспользуюсь новыми технологиями все равно их передать гражданским или произойдет утечка информации что же это за технология это те технологии от которых в последующем вышла вся микроэлектроника в частности процессор эти технологии были подброшены чтобы развернуть человечество на новый путь развития в новый мир безопасный мир но в котором можно тоже воевать и соревноваться это компьютерной технологии компьютерные игры всякие программы мало того смотрящие убили сразу двух зайцев закинув в этот террариум электронные технологии это контроль и разворот эволюции в более экономичное рациональное развитие мировой глобальный контакт бешеной скорости передачи информации доступ к огромному источнику информации и разворот социальной пирамиды в сторону общего контроля власти то есть диктатура в этом мире полностью запрещена и как мы видим мир начинает разворачиваться на общественный контроль когда любой человек когда его голос скоро будет влиять на любые мировые процессы конечно по россии это наверное не скажешь но и у нас когда-нибудь это произойдет но вы не представляете как все быстро меняется очень быстро может измениться но вот вопрос а зачем вообще подкидывать технологии человечеству про этому еще поговорим во первых если хотя бы не отрицать подобную гипотезу искусный мир люди под постоянным наблюдением то первый интерес понятен это конечно же наблюдение второй интерес это опыты и близко изучение и третий интерес использования рабочей силы то есть людей для каких-то своих там целей так вот история с розовым и нло мне понятно за земными кулисами делается некое существо биоробот то есть иные другие наблюдатели или смотрящие я бы еще бы добавил ангелы и демоны высшие силы разными на а говорим обо них и тех же так вот они создают грей серый это биоробот возможно это стандартная модель биоробота кто хочет узнать больше смотрите мое видео интервью с пришельцем по имени эйрл она есть у меня полностью на канале там как раз так и говорит пришелец что это просто костюм в которой это существо может вселиться то есть разные существа могут селятся если сравнить человеческим телом то костюм грей более продвинутые более чувствительные так как этим существам не нужно есть то есть кушать чтобы сохранять жизнь достаточно питаться не продуктами про которые мы знаем а совсем другим но я не знаю возможно праны электрозарядом эмоциональными зарядами то есть эти существа могут питаться эмоциями возможно даже нашими эмоциональными энергиями как же они могут выглядеть Возможно, он выглядел так, как вот я сейчас вам на картинке предоставлю. В него внедряется сознание или информация, для того, чтобы передать эту информацию правящим вождям для самых больших племен. Ну да, как вы уже догадались, я так называю страны, ибо особых отличий я не вижу. Люди пока не способны жить самостоятельно, ибо конфликты будут возникать постоянно, на фоне различных интересов. От дележа земли, самки для продолжения рода, еды, всех ресурсов, до всего, чего хотите, конфликт обязательно возникнет на ровном месте. Вы это можете наблюдать сейчас постоянно, и за стеной ваши могут соседи ругаться, даже два близких существа, мужчина и женщина, которые должны, в принципе, быть постоянной гармонией, нет, постоянно идет ругань, то есть человек вообще еще пока несовершенный. Так вот, был подкинут технический материал, это корабль, НЛО. Для того, чтобы люди скаканули сразу на более высокую ступень развития. Второй был биоробот, он явно дал понять в общении, что от людей хотят, а что от людей не хотят. Конечно, тяжело донести обезьянам устройство дизель-генератора, также тяжело людям донести то, что хотели донести иные, да, вот эти самые смотрящие. У нас, потому что уровни разные сознания. Так вот, в 1962 году происходит Карибский кризис, который мог повлечь за собой серьезные проблемы. Вообще, конец всего мира, нашего мира, да. И компьютерные технологии, контроля и развлечения было решено в ускоренном темпе внедрять. Кстати, два зачинщика этого инцидента, я имею в виду про Карибский кризис, были чудесным образом отодвинуты от власти уже через несколько лет. 14 октября 1964 года пленум ЦК КПСС организовал в отсутствии Хрущева, находившегося на отдыхе в Питсунде, в общем, освободил его от должности первого секретаря ЦК КПСС по состоянию здоровья. Кстати, есть сведения, что Хрущева хотели вообще убрать и более примитивными, и более эффективными методами, якобы это говорил Брежнев. Физическое устранение предлагал. Судьбу Джона Кеннеди вы и так прекрасно знаете, оба руководителя были отодвинуты в кратчайшие сроки после Карибского кризиса. Эксперименты так назовем, да? Сразу их отстранили, и очень жестко. Ну, Хрущева немножечко повезло, он там на даче картошку копал, сажал, а мог бы и уже нигде не копать, ничего не сажать. Есть также версия, что подобные контакты идут с инопланетянами уже давно. Ну, давайте их будем называть по-разному, как я уже сказал, инопланетяне, всякие сущности, смотрящие там подобное. Ну, не так, конечно, как вы себе можете представить. Я не думаю, что это прям прямые контакты. Скорее всего, контактируют через прием информации определенными устройствами. Так вот, какие же главные технологии были даны человечеству? В розу или? Из расплавленного кремния на специальном оборудовании выращивают монокристалл цилиндрической формы. Получившийся слиток охлаждают и режут на блины, поверхность которых тщательно выравнивают и полируют до зеркального блеска. Затем в чистых комнатах, полупроводниковых заводов, на кремниевых пластинах, методами фотолитографии и травления создаются интегральные схемы. Неплохое начало, не правда ли? Из расплавленного кремния выращивают кристалл. Чем вам не технологии инопланетного происхождения? Как человек может вообще догадаться выращивать кристалл? Никто не может объяснить по сути, как этот самый микропроцессор работает. Но технологии давали несколькими этапами. Первый этап. Электромеханическое реле, вакуумные лампы, ферритовые сердечники. Хотя возможно и раньше про это знали. Второй этап. Внедрение транзисторов. И вот здесь уже интересно. И на этом мы остановимся поподробнее. Третьим этапом стало использование микросхем. Ну и наконец четвертый этап. Интегральные схемы, микросхемы на кристалле. Все эти процессы созданы из кремния. Содержание кремния в земной корее составляет порядка 30% по массе. Благодаря чему по распространенности этот элемент занимает второе место после кислорода. Песок, особенно кварцевый, имеет высокий процент содержания кремния. И в начале производственного процесса является базовым компонентом для создания полупроводников. К категории типичных пустынь относятся 23% в суше. То есть ресурсы на земле хоть отбавляй. А как появились пустыни? Честно говоря, мое предположение гласит так. В результате воды. Там, где сейчас песок, стояли моря и океаны. То есть вся эволюция природы как будто помогает человеку подняться в уровне микроэлектроники. А может не помогает, а заставляет. И некому высшему разуму нужно, чтобы мы строили города, похожие на микросхемы сверху. Города растут вверх, все выше и выше. Все более уплотняется микроэлектроника. На один квадратный километр все больше электроники, все больше и гаджетов. И возможно через какой-то определенный промежуток этих микроэлектронных устройств станет в тысячи раз больше. Так вот, есть мнение, что «Изобретатели транзисторов могли быть вдохновлены изучением останков инопланетного межзвездного корабля», утверждает Джек Шульман, президент американской компьютерной фирмы ASS. Это удивительное заявление впервые прозвучало в конце 1997 года, когда маленькая почти неизвестная фирма, производитель компьютеров American Computer Company, то есть ASS, высказалась на своей страничке в интернете о том, что изучение останков инопланетного космического корабля, разбившегося в Розуэле в 1947 году, или какого-либо другого, могло стать решающим фактором в разработке этих самых транзисторов. Основой для таких утверждений стала серия документов и свидетельств, которые, судя по всему, попали в распоряжение компания ASS. Это предположение поддерживает подполковник в отставке Филипп Корса в своей книге «День после Розуэла», в которой утверждает, что сам входил в состав подобной группы, то есть той группы, которая исследовала и разбирала остатки НЛО после катастрофы в Розуэле. Появление транзисторов, кстати, стало подлинной технологической революцией. И уже раньше предполагалось, что в этом глобального значения открытия учеными использовано нечто, отличительное от того, что можно встретить на нашей планете. До 1947 года использовались только вакуумные колбы и диоды из Германии и Селена, то есть двух элементов, которые существуют в природе. Но транзистор требовал появления полупроводников, для которых было необходимо использование материалов, созданных искусственным путем на базе кремния, арсения и других элементов. Помните мое видео о цивилизации черных колдунов? Черными колдунами я назвал людей, ученых, ибо все их действия, этих ученых, похожи на действия колдунов и колдуней. Те кидали в котел разные ингредиенты и получали на выходе некое колдовство, или видели будущее, или настоящее в режиме онлайн, какой-нибудь препарат, любовный, зелья или даже физический объект они могли получить. Так же и в наше время, только вместо обычной печи используют доминую, а вместо ингредиентов, бабы-яги, кузнечиков, летучих мышей, корень мандрагоры, добавляют железнорудное сырье. Но на самом деле колдуны это просто первое прозвище ученых. Вот магия сейчас воистину очень сложна. Один человек попросту не в состоянии что-то в одиночку создать. Нужно много разных элементов, паззлов, общей картины. То есть разных изобретений соединить в одном. И конечно же использовать технику и инструменты, которые уже созданы ранее. Так что если произойдет глобальный апокалипсис и не останется резерва, так скажем, научного, то человечество быстро из высокоразвитого интеллектуального существа с очень комфортным уровнем жизни превратится в недоразвитое племенное существо. Я так считаю. Быстро все забудется. Если человек перестанет получать информацию. Помните алхимия и философский камень? Так вот это было все не зря. Я имею ввиду поиск философского камня. Благодаря постоянным усилиям алхимиков, направленных на создание философского камня, родилась современная наука химия. В постоянных попытках получить долгожданный результат в виде чудодейственного эликсира в процессе трудных поисков ученые средневековья сделали массу важных открытий. То есть первые колдуны передавали знания последователям. Иногда их признавали колдунами и преследовали. То есть прошлых ученых средневекового века. В те смутные времена ученых даже сжигали на кострах. Это по нынешним временам ученые, но по тем временам это были явно колдуны. Но на самом деле современная наука похожа на колдовство. Так чем же колдовство отличается от науки? Ну давайте официально. Колдовство, чародейство, ведовство, волхование, волшба, волшебство. Занятие магией, как ремеслом, при котором колдун заявляет о контакте со сверхъестественными силами. То есть демонами, духами, духами предков, природы и другими. Ну что я вам говорил. Демоны и ангелы, высший разум, боги и полубоги. Те, кто находится за кругом. Кругом нашей реальности. Информация приходит от более продвинутых существ к менее продвинутым. Вот это так называемые существа, с которыми возможно уже налажен контакт достаточно давно. И судя по всему, они бывают разными. Я имею ввиду, разделение на демонов и ангелов данной классификации существует неспроста. Хотя есть у меня мнение, что эволюция существ и работа с энергиями доступна только существам высокого духовного порядка. И это не от слова дух, а от слова некая невесомость, антиматериализм, когда во главу угла становится высшая просветительская созидательная энергия. А не материализм для некого разрушения, или пусть даже не разрушения. Не нужна руда и стихи, чтобы создать что-то на выходе. Нужна мысль и понимание, определенная энергия и условия. То есть это что-то подобие, что нам хотел показать Саи Баба. Но только Саи Баба был большим мошенником. А вот истины просвещенные, освещенные, честно говоря, я не знаю. Возможно, это невозможно в нашем мире продемонстрировать, да? Но если примитивно объяснять, это материализация через мысли. То есть мысленный поток понимания вещей природы, такое, что может материализовать все, что угодно с помощью мыслей. Соответственно, сущности, которые стоят на низком порядке, они не могут, не могут. Не то что управлять неким человечеством, а они могут нормально жить среди себе подобных. То есть, по мне, бесконтрольные, достаточно разумные существа, сумевшие создать оружие для уничтожения себе подобных, не могут эволюционировать или усовершенствоваться из-за неспособности к созиданию и жизни ради других. Такая цивилизация обречена на вымирание, ибо склонна к самоуничтожению. И это... Есть человечество в нынешнем виде. Вот потому я верю, что за человечеством идет наблюдение и контроль существ высокого порядка. Также в мире возможно и вселение, когда в человеческий аватар вселяются сущности, для моделирования более светлой созидательной реальности с прогнозированным будущим. Исходя из этого, сложно предположить существ, склонных к уничтожению, и в то же время существующих на высоком уровне развития, намного выше человеческого. Хотя такое возможно, если людьми управляют сущности не человеческого класса, не Homo sapiens. То есть, них мало, что похоже на современного человека. В таких вот аватарах. Имеется свой эмоциональный фон или вообще нет такового. То есть, существует эволюция без особых эмоциональных всплесков и фона. Вот, предположим, фильм «Эквилибриум» хорошо подобное показывает. Когда нет особого желания любить, но и зла нет. Просто происходит планомерный технический прогресс. И таким существам человечеству было бы очень интересно. Так вот, бешеный скачок происходит в 20 веке. Какое открытие вы считаете главным в 20 веке? Наверное, многие скажут «космос». Как раз наоборот. Но околоземная орбита используется, возможно, для транспортировки с помощью ракет на другие материки. Или планеты, космические станции, как хотите. Ценные породы металлов, того же золота. Помните слухи про то, что на Земле нету золота? Куда же оно все девается? Каждый год добывается тысяча тонн золота. А мы его не наблюдаем. Мы не видим золотых статуй, и золото в цене только растет. Или даже отправляются на ракетах органические образцы. Органика, да? Все, что угодно. Что невозможно доставить обычным самолетам. Вот для этого существуют ракеты. То есть, отправляются. Космонавты начинают признавать, что Земля не такая, как вы считали раньше. Появляются данные, которые могут говорить о том, что Земля, возможно, совсем не шар. И если имеет форму шара, геоида, круга, как ее только не называют, то размеры этого шара могут быть в десятки раз, в сотни, а может в тысячи и даже миллионы раз больше. И Земля не ограничена шестью материками. Материков, возможно, больше. Огромное количество. Мало того, космос это может быть вселенский мегаокеан. А люди? А люди эксперимент. Подобный эксперимент хорошо проследить. Вот знаете где? Обратите внимание на людей. Вот друг на друга. Обратите внимание. Мы очень разные. Большие, маленькие, с разной кожей, разрезом глаз, ростом и тому подобное. В животном мире эти отличия практически незаметны. Львы, тигры, медведи, все животные разделяются четко на классы, род, вид, отряд, типы царства. Человек, конечно, не исключение. Но львы не бывают слишком маленькие или слишком большие. Они не бывают лысыми или слишком лохматыми. Толстыми, худыми. А вот человек... Но есть животные, которые близки к человеку. Это собаки. И кошки в меньшей степени. Почему? Да потому, что человек влез искусственно в их рождение. Жизнь в генетику. И у собак появились дворняги. То есть беспородистые или наоборот самые странные породы. Эти существа обязаны своим породам, человеку. Особенно это относится к собакам. То есть в изменении генетического кода виновен именно человек. Хотя, возможно, и не только человек. Или не человек. То есть еще неизвестно, кто первый на этой планете появился. Современно человек, кошка или собака. Может, люди появились несколько тысяч лет назад. И это как раз объясняет подобные скачкообразные эволюционные процессы технократического общества. Так я скажу. Вы, наверное, поняли, что я пытался вам донести. То, что в определенные исторические промежутки можно предположить, что есть вмешательство потусторонних сил. По ту сторону. Интересное слово. Потусторонние. То есть те, кто по ту сторону. Также эту силу называют еще другим словом. Нечистая. Нечистая сила. Понимаете, да? Помните, что я говорил о алхимиках и колдовстве? Они черпают знанию от сил по ту сторону. Возможно, и светлых. Возможно, и каких-то темных. А как же происходит контакт? Возможно, ночью, в видениях или во снах? Вы не верите, многие ученые только благодаря сну открыли многие свои изобретения и поняли суть вещей и явлений. Дмитрий Менделеев после многих лет упорной работы ученый на время приостановил все свои изыскания. И в этот период, по легенде, ему приснился какой-то там сон. Во сне он увидел свой рабочий стол, где все элементы были строго организованно расположены в правильном порядке. Фредерик Бантинг, один из первооткрывателей гормона инсулина. Во сне приснилась идея, как использовать инсулин для лечения диабета. 31 октября 1920 года Бантинг пошел спать. И в сновидении он ясно увидел эксперимент, который ему следовало провести, чтобы получить нужный результат. Когда ученый проснулся, он успешно провел опыт и доказал, что инсулин может успешно использоваться для лечения диабета. Это удивительное открытие, кстати, в 1923 году принесло ему Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Немецкий физиолог Карл Фридрих Бурдах уделял огромное внимание своим снам. Нередко они одаривали его различными научными догадками, одной из которых стала идея о кровообращении. Боровская модель атома, научный метод Терене Декарта и множество других людей, признавшихся, что видели свои открытия именно во сне. Но вот этот контакт очень уникальный. Шриневас Рамануджан, один из самых известных индийских математиков, на удивление не получивший никакого математического образования. И все же он создал невероятное количество математических формул и гипотез, особенно в области теории чисел. Как же он это сделал? По словам математика, во многих его трудах ему помогла богиня Махалакшми, благоволящая его семье. Иногда в сновидениях богиня показывала самоучке математику загадочные свитки, на которых были изображены сложные математические формулы. И когда Рамануджан просыпался, он записывал эти видения. И большинство из них в итоге оказались абсолютно верными математическими формулами. Так вот, существо, видите, открылось для человека. Можно еще долго рассказывать разные интересные истории, поднимать разные темы, обсуждать и философствовать. Но на этом, наверное, стоит закончить. И вы, наверное, поняли, что я хотел донести. То, что все изобретения, какие-то открытия, возможно, раньше были известны. И то, что за человечеством идет полный контроль. Контроль. За нами кто-то однозначно наблюдает. Но нам хотят вбить в голову, что мы такие вот одинокие существа на краю Вселенной находимся. Нет, это эксперимент. И за этим экспериментом прям хорошо так наблюдают. Возможно, информация будет все больше и больше открываться. И все больше и больше видео будет выходить у меня на канале. Но хочу сказать, что это все-таки гипотеза, которых тысячи миллионов и, возможно, миллиарды. Но я знаю, дорогие друзья, что вам, моим основным подписчикам, подобное нравится. А с вами был Владимир. Оставайтесь свободными. Пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok